мир всем с праздником с праздником мир всем мир всем мир всем миром принимаем с праздником мир елена язвенкова как шарф навязана на голове нету нурсултана нету по крайней мере я не верю я говорю вы очаровываетесь а потом разочаровываетесь да я всему казахстану могу сказать где я был казахстану а я ему напомню с казахстана этот был я вас не обвиняю я просто говорю вас такие люди они ничего не знают никогда не видели у них ничего нету а злоба она распирает их зависть вот он побыл один раз его больше ничего не надо уговорить я каждый могу посоветовать только говорил об этом красный видишь не отключила нет отключил не отключил как отключили одежда лапкина василина микрофон и вячеслав молитву молитву господи благослови наши занятия не дай нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла сохрани нас в любви согласии единомыслия по слову твоему хвала тебе честь и поклонение отец и святой дух аминь во имя отца и сына и святого духа аминь евангелие от иоанна 8 глава с 21 по 24 стихи опять сказал ему иисус я отхожу и будете искать меня и умрете во грехе вашем куда я иду туда вы не можете прийти вот идеи говорили неужели он убьет сам себя что говорит да я иду вы не можете прийти он сказал им вы от нижних я от вышних вы от мира сего я не от всего мира потому я и сказал вам что вы умрете во грехах ваших ибо если не уверуете что это я то умрете во грехах ваших толкование хотя они желали избавиться от него просили его удалиться и даже хотели убить его однако же настоящее обстоятельство представляют себе так важным что пришли от него в недоумение я отхожу неужели он убьет сам себя отвергая такое их предположение показывая что самоубийство есть дело преступное господь говорит вы от нижних и не можете помыслить ничего божественного потому вам естественно так думать но я не от всего мира то есть не забочусь ни о чем мирском и земном и потому никогда не могу дойти до такого безумия чтобы убить самого себя ибо это дело бесовская а не божеская здесь аполинарий охватившись за сие изречение вслед за манихеями говорит видишь ли тело господа было не от всего мира но свыше с неба как и павел говорит что второй человек господь с неба 1 коринфянам 15 47 вы не от мира иоанна 15 19 уже ли так что и они имели тела с неба а не от всей твари вы не по плоти римлянам 8 дети говорит не потому будто они бестелесны но свидетельствует об их любомудрии и свободе от плотских страстей если не уверуете в меня то умрете во грехах ваших во грехах своих если он пришел за тем чтобы взять на себя грех мира я на 1 21 глава 29 стих а получить прощение грехов можно не иначе как через крещение креститься же невозможно не уверовав прежде но неверующий не неизбежно умрет во грехе своем ибо не приняв крещение он не совлёкся ветхого человека посему и господь в другом месте говорит что неверующий уже осужден в ангелии от ана 3 18 не потому только что не уверовал но и потому что умирает с прежними грехами комментарии комментарии игнатия тихоновича латкина на слова блаженного феофилакта который толкует и евангелие архиепископ болгарский креститься же невозможно не уверовав прежде итак комментарий креститься же невозможно не уверовав прежде говорит блаженный феофилакт но у нас сейчас это стало возможно большинство людей православных храмах креститься не верующих и даже не крестятся им просто поливают запилок водой правило восьмое седьмого вселенского собора по елику некоторые из еврейского вероисповедания блуждая возомнили ругаться христу богу нашему притворно делаясь христианами тайне же отвергаясь его и скрыто субботствуя и прочее иудейское исполняя то определяем всех ни в общении ни в молитве ни в церковь не принимать но явно быть им по их вероисповеданию евреями и детей их не крестить и раба им не покупать или не приобретать если же кто из них с искреннею верою обратиться и исповедует оную от всего сердца торжественно отвергая еврейские их обычаи и дела дабы через сто и других обличить и исправить его принимать и крещать детей его и утверждать их в отвержении еврейских умышлений если же таковы будут отнюдь не принимать их простите если же не таковы будут не искренне уверуют отнюдь не принимать их то есть даже если крещеные но в душе остаются евреями толкование на это правило епископа никодима милоша цитирую относительно этого последнего то есть что не следует крестить детей этих мнимо обращенных христианство евреев вальсамон в толковании настоящего правила замечает что и турки нечто подобное тому что евреи делали и приводили своих детей христианским священникам для крещения смотря на крещение не как на таинство но как на некое телесное лекарство толкование восемьдесят четвертого правила тульского собора вальсамон разъясняет как это завелось у турок во время патриарха луки 1156 1169 года пришли в константинополь некоторые из турок заявляя патриаршему синоду что они христиане ибо в детстве были крещены в своей земле христианскими священниками на вопрос же как это могло случиться когда они следуют мухаммедову закону отвечали что существует у них обычай крестить своих детей у православных священников потому что по их мнению во всяком новорожденном ребенке находится злой дух и смердит как собака пока не получит христианского крещения из этого собор заключил что крещение требуемого у христиан неверными ищут последние не с добрым православным намерением но ради телесного лечения а не как средство которое очищает от всякой душевной сверны просвещает и освещает человека ну как некое лекарство и чародейство таковое крещение совершенно естественно синод патриарший не мог признать правильным и потому определил чтобы те турки буди пожелали бы были вновь крещены то есть признали их не крещенными несмотря на то что этих турок в детстве в кавычках крестили полным троекратным погружением и теперь если уверуют то их нужно вновь крестить что же говорить о тех над тем и погружения не было или вовсе не известно как их крестили апостольское правило 50 цитирую если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайнодействия но погружение даваемое в смерть господню да будет извержен ибо не говорил господь смерть мою крестите но идя научите все народы крестя их во имя отца и сына и святаго духа толкование епископа никодима милоша цитирую в этом правиле предписывается совершать крещение посредством троекратного погружения крещаемого в воду причем духовное лицо не совершающее таким образом крещение должно быть извержено из своего сана употреблять при крещении вместо погружения обливание строго воспрещено но кроме случаев болезни церковь строго следила за тем чтобы крещение в обычных случаях совершалось только через погружение а не через обливание так что воспрещало даже принимать клир лиц не крещеных вследствие каких-либо исключительных обстоятельств через погружение неокисарийский собор 12 впрочем православная церковь не отрицает крещение совершенного через обливание так как этим еще не уничтожена сила таинства но допускает его только в исключительных случаях вследствие некоторых исторических причин в семнадцатом веках греческой и русской церковью было предписано перекрещивать рима католиков переходящих православную церковь эти предписания мотивировались между прочим и тем что рима католики крещены обливанием а не погружением в воду вследствие чего крещение сейчас считалось еретическим и стало быть недействительным и так первое крещение неверующего крещением не является второе крещение обливанием это еретическое крещение и над уверовавшим обливанцем должно заново совершаться по всем правилам приводится по книге правила православной церкви с толкованиями Никодима епископа Далматинского Нистрийского том 1 Санкт-Петербург 1911 год репринтное издание по благословению святейшего патриарха Алексия второго далее повторяется благословение лакта креститься же невозможно не уверовав прежде у кого есть вопросы по прочитанному пожалуйста задавайте Игнатий Тихонович я хочу спросить вот откуда пошла такая мода католиков и лютеран принимает православную церковь только через миропомазание если у католиков можно предположить что там ну было крещение а у лютеранта у них вообще ничего нет и все становится православным это ввел русский антихрист Петр Первый он с немцами полностью соединялся где он был где блудил это только сегодня архивы показывают и то не все и для него разницы никакой не было он там все глупейшие все смехотворные и сенот составил заставлял всех приходить и в открытую блудили а который там у него патриархом был поставлен садил на свинью задом наперед и вот так он представлял весь сенот патриаршество убрал колокола перелил но это очень быстро нравится один раз все а теперь он ввел если кается человек и говорит что я ходил в революционный кружок какой-то ничего не сделал священник обязан был подписку давал иначе он его сгноит обязан был доложить и того человека сразу арестовывали вот это очень хорошо описывает миссионер был такой в бурятии спиридон кисляков ему там встретился один в лагере и говорит вот я сказал так я ходил какие-то там как декабристы где-то раза два сходил мне сильно не понравилось сказал на исповеди его арестовали и дали там лет 15 или 20 и он потерял всякую веру да какая же это вера на исповедь позвали а сразу его и предали а у него никого нигде не было он даже еще не знает что там было вот откуда это идет и поэтому не надо никому подчиняться вот это наши две общины сейчас они любыми путями стараются нас затянуть в патриархию но мы на это не можем пойти это с нами они сегодня обращаются благодаря нашему митрополиту сергию так по-человечески а так то они нам голову отвернут за один день а сейчас они над нами власти никакой не имеют а мы смело можем говорить даже в епископы ставят раньше 30 лет в епископы ротов был никодим вот сейчас кирилл он до 30 лет рукоположен в епископы когда даже пресвитеры нельзя 14-15 правила шестого вселенского собора безумие вот откуда идет а уже кто дает ну дьявол ну значит откуда идет от дьявола все испорчено так что тут говорить вас как там ваш Артемий трепал что вы приняли крещение так он еще не могу хорошо трепал и вот это вот крещение такое из литеран у нас продолжается до сих пор мы его часто видим ну вот так потому что стали жениться вот это сейчас она мученица считается Александра Федоровна ну ладно и Александра приняла в крещении имя а как она могла Федоровной быть когда отец у нее Фридрих это другое имя совсем и дали принимать ее только через помазание а крещение это не действительное ну вот давай там доказывать ну доказали доказали эту дорогу открыла еще дальше вот вышел восьмой том настольные книги священнослужителей это очень капитальный труд очень капитальный он начал выпускаться при патриархе Пимени и там дается небольшое как бы ремарка такая был митрополит Серафим Чичагин в Санкт-Петербурге при советской власти он ушел уже там за штат ему было 80 с лишним лет и узнали что он молодой был в белогвардейской армии где-то его пришли прямо на носилки в НКВД отвезли и там расстреляли но от него остались записи он говорит сейчас общая исповедь священник выйдет рукавом махнул все и никого не слушает а дальше прощаю идите причащайтесь а кто Иоанн Кронштадтский это делал эту моду он дал и он говорит если бы мы сейчас могли увидеть его там в вечность он может быть день и ночь плачет какой соблазн подал и скорбит а мы говорим он так делал но делал он за это ответит ты-то зачем ему подражаешь об Иоанне Кронштадтском это он пишет и главное что сегодня это напечатали я говорю где вот так откуда это идет от небрежения от проклятия это Еремия 48.10 проклят кто дело Господне делает небрежно как небрежно ну какое-то дело ты там подсолнухи собираешь неизвестно какое но крещение то явно что Господне дело как Никипор пишет и великое в великой беде быть если что-то из крещения будет упущено а самое главное сейчас благодать может слюнями может песком я говорю почему не мочой то мочи больше чем слюней слюней безумие и нечего тут говорить они наемники лютые волки лютые бешеные 20 глава 29 стих деяния это Павел сказал священнослужителям что тут прятаться то это про нас говорится не про баптистов не про лютеран про нас у них все понятно ересь и ересь все спасибо христос поняла да так не надо слушать только через полное погружение кто бы он ни был даже если правильно крестила бабка но неизвестно кто она правильно ли читала слова все равно креститься надо правило гласит если нет твердых свидетелей что это было ничтоже сумняшись да примешь крещение да не будешь лишен столь великой благодати вот и весь ответ Игнатий Тихонович можно спросить да вот мы сегодня сейчас говорили о крещении и вот Сергей Попковов читал комментарии и толкования ну вот интересно есть в житиях святых такой случай в житии святителя Фанасия Великого когда он был еще ребенком то они с детьми играли и совершили крещение над язычниками и когда увидел это епископ Александрийский Александр он спросил их как они совершали крещение и они ему рассказали и он увидел что они правильно совершили крещение и принял его за действительным ну вот как дети не имея пресвитерского вот рукоположения вот могли это крещение признать за действительным ну решил я он за это отвечать будет нам зачем чужим грехам наследовать и он за то он говорит я тебе считаю закон божий а ты мне вымыслы человеческие это не одно к одному он сказал маленькие ребятишки играли совершали они в храме то насмотрелись да они что угодно могут литургию совершать но ничего нету зачем на это смотреть зачем гоняться за призраками и почему не крестить то почему теперь нужно ждать когда ребенок придет и будет совершать комедию страха никакого нету но человек надел форму шили он генеральские погоны ему навесили там может это сделать продаются свободно но он генерал или нет любому понятно что нет генералы утверждается без президента ни один не утверждается а здесь так вот сказали там александр никто не знает был ли этот александр и что он где он находится сегодня но он сказал и вот так и все и теперь каноны ничего не значит на канонах полторы тысячи епископов а какой-то александр сказал а они сказали второе правило шестого вселенского собора что никто не должен прикасаться к правилам это трубы духа святого трубы духа святого не александр ты сама знаешь что сколько было там 318 на первом вселенском соборе а тут александр сказал ну и сказал и что да малыш он может день и ночь говорить никакого отношения к правилам это не имеет только только грех его умножают и все как у крылова басня писатель сочинитель и разбойник под одним уже костер угас у разбойника под сочинителем каждый день новые находят александр сказал а он уже там переворачивается устал александр сказал а попутай-ка это и надо александр сделал а почему нет я ушел а мой ребенок все видел он крестит здесь не подражай безумному и не повторяй никогда правило есть правило спаси христос да твердо будь в этом нам не положено это кривлять мы православные кто делает небрежное делает речь идет не о детях а то есть слава там Вячеслав Щеберкульский этот там десятилетнего пацана там и он что-то видел под землей живут динозавры муральская там какая епархия назначили комиссию по благословению патриарха и синода проверили ничего у него этого не было это обман он мультиков насмотрелся и говорил а сейчас такой культ его там они превозносят святой со всей страны туда едут и ничего нельзя сделать почему например тогда же сами канонизировали славик отовсюду у нас был тут потеряевку приезжал недавно один был он только услышал дух лжи сразу их обымает хватает и тащит к нему он ничего не знает совершенно ребенок десять лет где вы видели пророков десять лет где конкретно еремия мал был так и господь его еще не послал он сказал что будешь а будешь стал в тридцать лет ибо и господь вышел на поприще не ранее тридцати лет еще так вот за каждое беззаконие прям схватятся почему к подобным птицы слетаются александр и нигде его не знать не знаем не молимся ничего и он сказал сказал значит ответит подал соблазн на тысячи безумцев все пошел мы попутный вопрос в каких случаях крещение мирянином является истинным и нужно ли после этого крещения совершать крещение крещенником ну ты же сейчас только считал так всегда было Петр вел я уже ответил это всегда их крестили заново как совершенно не крещенных и лютеран из католиков потому что не те слова говорили и погружения не было слово крещение переводится одним словом погружение тауфен тауфен немцы переведите что это такое это погружение все все нету другого нет перевода какое погружение стоит на кафельном полу совершенно одетый вышел кисточкой помахал попу разбойник отойди от него и больше туда не ходи многие придут под именем моим я отвечу им никогда не знал вас делать или беззаконие вот ответ разве может так с такой легкостью православные каноны все предавать а он сказал сказал и все теперь тебе за ним ты идешь и будешь кричать вот александр может быть его и не было никогда на земле это они подписали безумие нет предела дух лжи вошел в уста написано на нигде не написано что он вышел я первый раз произнес сейчас вот в начале говорить притом вошел в уста всех только один единственный пророк михей сын емлая говорил не вижу пастыря овцы разбрелись где угодно вот как дело то было какие мы нам и благодати никакой уходит не надо лишь бы александр какой то появился и мы будем топтать эти каноны сохрани бог все нет я не спрашивал о погружении я спрашивал в каких случаях может совершать крещение мирянин есть же исключение над метровом отре допускается обливание ну а если священника нет может ли совершать крещение мирянин может если точно знает как произносить сакральные слова вот о чем речь вот она вышла сейчас и говорит бабка какая-то была мама стояла на берегу а меня бабка говорила какие слова что я знаю то а мать а мать умерла если самое малое сомнение есть бабка что шептала там неизвестно не мало не сомневайся принимай крещение 84 правило 6 вселенского собора все может при нужде а нужды то такой сейчас никакой и нету сколько храмов открыто только ни рубля не плати за это ни рубля а когда нужно будет там десятину отнесешь священнику при крещении давай все пропадет симония так продолжим Евангелие от Иоанна 8 глава 25 по 27 стихи тогда сказали ему тоже ты Иисус сказал им от начала сущий как и говорю вам много имею говорить и судить о вас но пославший меня есть истинен и что я слышал от него то и говорю миру не поняли что он говорил им об отце толкование но поистине омрачилось несмысленное их сердце римлянам 1.21 я мог бы и ныне судить вас но оставляю это до будущего века а вы не уверуете и не обращаете внимание на время воздаяния но если вы и не веруете то истинен отец мой который назначил день для воздаяния вам и меня послал возвестить об этом и открыл мир его правду и силу вопросы восьмая глава двадцать восьмого по двадцать девятый стихи и так иисус сказал им когда вознесете сына человеческого тогда узнаете что это я и что ничего не делаю от себя но как научил меня отец мой так и говорю пославший меня есть со мною отец не оставил меня одного ибо я всегда делаю то что ему угодно толкование вы говорит думаете что когда распнете меня будете свободно от всякой заботы и избавитесь от меня а я говорю что вы узнаете что это я то есть христос сын божий все носящий и держащий евреям 1 3 и что я не противник отцу не действую и не говорю сам от себя ибо не имею собственной воли отличной от воли отца как как они узнают его на кресте из знамений того времени из воскресения его и пленения их ибо все это могло обнаружить его силу ибо отец не предал бы вашего города римлянам в отпущение за меня и не совершил бы знамений на кресте если бы я не был сыном его единомысленным а не противным богу впрочем такую униженную речью он нисколько не вредит своей славе но слушателям приносил пользу да и свою славу через это и прочего ибо слушатели слыша что он все относит к отцу и веровали в него так что смирение более возвышало его вопросы евангелие от иоанна 8 глава с 30 по 32 стихи когда он говорил это многие уверовали в него тогда сказал иисус уверовавшим в него иудеям если прибудете в слове моем то вы истинно мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными толкование чего 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 бы не случилось с ними не могущими постигнуть глубины богословского таинства до высота его славы осталось непостижимую и для христиан познавших его силу и спасенных им когда слышишь что многие уверовали понимают так что уверовали просто и как случилось а не как должно было потому что им понравилось смирение в речах а что они не были верующими в точном смысле это очевидно ибо он к уверовавшим иудеям говорил если прибудете в слове моем сим показывает что хотя они уверовали но поверхностно и потому не останутся в вере обличая же в этом показывает он знает сердца их и есть бог а как некоторые из прежних мимых учеников удалились посему к уверовавшим теперь он говорит хотя те удалились но если вы прибудете в слове и вере то познаете истину то есть меня ибо я есть истина евангелие атеана 14 глава 6 стих ныне же вы не знаете истины потому что закон блюстителями которого вы себя почитаете не есть истина но образ и если познаете меня который истинен то истина освободит вас то есть я освобожу от грехов ибо кто верует во землющего грех во землющего грех мира тот без сомнения свободен от грехов как неверующим он сказал что умрете во грехах своих иоанна 8 21 так тем которые прибудут вере обещает свободу от грехов ибо законные жертвы и окропления как образы не освобождали от грехов а жертва духовная истина через веру и познание и познание освобождает от грехов нас которые уже не остаемся рабами но соделываемся сынами божьими вопросы евангелие от иоанна 8 глава 33 по 36 ему отвечали мы семя авраамова и не были рабами никому никогда как же ты говоришь сделаетесь свободными иисус отвечал им истина 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 говорю вам всякий делающий грех есть раб греха но раб не пребывает в доме вечно сын пребывает вечно и так если сын освободит вас то истинно свободны будете толкование гордые иудеи опять привязываются к суетному благородству и с яростью говорят мы семя авраамова если нужно им было негодовать то на что нибудь другое он сказал им вы познаете истину посему им следовало бы сказать что ж разве мы не знаем истины разве все предписания законы и наше познание ложны но они ни о чем таком не заботились они беспокоятся о делах мирских думая что он укоряет их в рабстве и низком происхождении мы семя авраамова нигде они не упоминают о своих достоинствах но обращаются к отцам господь не обличает их во лжи его цель доказать не то что они рабы человеков но что рабы греха а это рабство и есть самое тяжкое его может избавить один только бог ибо отпускать грехи дело одного только бога всему говорит всякий делающий грех есть раб греха а посему и вы поскольку грешны также рабы на это на это они могли сказать хотя мы и подлежим такому рабству но у нас есть жертвы есть священники которые очищают нас от грехов он говорит что они рабы потому что все грешили и лишены славы божией римлянам 323 впрочем священники ваши будучи сами рабами не имеют власти другим прощать грехи об этом яснее говорит апостол павел именно что священник должен приносить жертву не за самого себя как за народ потому что и сам обложен немощи евреям 5 глава 2 и так и священники ваши будучи рабами не имели власти прощать грехи а я сын пребывающий в дому то есть имеющий власть самостоятельное начальство владыка дома одарю вас свободу потому что все мое и я единосилен и единовластен с отцом когда я вас освобожу тогда вы будете почтены истинною свободу теперь вы присвояете себе ложную свободу а мною будете освобождены существенно и истинно вопросы евангелие то на восьмая глава 37 38 знаю что вы семя аврамова однако ищите убить меня потому что слово мое не вмещается в вас я говорю то что видел отца вы делаете то что видели отца вашего толкование вы говорит считаете себя семенем авраамов я согласен с тем что вы сохраняете плотское родство с этим святым но у вас нет с ним родства по духу он праведен человеколюбив и странно приемен а вы умалчивая уже о прочих сторонах вашей жизни выставляют самое явное что вы теперь делаете дышите убийством и ненавистью к людям ибо вы ищите убить меня и зло мышляете против меня как же вы истинные его дети когда так далеки от свойств отца если хвалитесь родством то должны подражать и добродетели его чтобы не сказали что мы справедливо ищем убить тебя он выставляет причину вы говорит беснуетесь против меня не за другое что как за то что слово мое превышает ваше разумение и не вмещается в вас между тем за это нужно было бы не убивать а уважать и почитать и сильнее желать чтобы я научил высоте догмата чтобы опять не сказали ему что мы из-за слова твое справедливо ненавидим тебя потому что ты говоришь нам не от бога от самого себя и потому мы не можем принять твоего учения он прибавляет я говорю не сам от себя но говорю то что видел у отца моего а вы делаете то что видели у отца вашего я говорит возвещаю божественное и небесное и тем являю отца моего а вы своими делами являете отца вашего то есть дьявола когда слышишь сие слова я говорю то что видел то не подумай о телесном видении но разумей знание естественное истинное и самое верное как глаза здраво видящие дело и истину видят истинно и не обманываются так и я истинно говорю то что узнал от отца вопросы в ангелии от иоанна 8 глава 39 41 сказали ему в ответ отец наш есть авраам иисус иисус сказал им если бы вы были дети авраама то дела авраама вы делали бы а теперь ищите убить меня человека сказавшего вам истину которую слышал от бога авраам этого не делал вы делаете дела отца вашего на это сказали ему мы не от любодеяния рождены одного отца имеем бога полкование он выставляет отцом их дьявола потому что в делах их видит им подобными ему они постоянно выставляют авраама господь часто напоминает об их преступном намерении отрицает родство их с праведником для того чтобы пресечь лишнюю хвастливость и убедить что надежду нужно полагать не суетной гордости плоским сродством а сходстве произволения поистине как врач душу утешает в них воспаление происходящее от мечтания о родстве с авраамом и препятствующее им прийти ко христу ибо они с родство это считали достаточным для своего спасения так вы дышащие убийством ищущие умертвить меня не дети авраама они опять говорят мы не от любодеяния рождены одного отца имеем бога смотри какая надменность господь отрицает родство их с авраамом а они до того тщеславны что в безумии сами себя называют детьми самого бога они хвалятся сыновством божиим вероятно потому что слышали слова сын мой первенец израиль от 422 но они должны были но они должны были знать что бог говорил и в другом месте сыновей родил и возвысил а они отверглись от меня прописая 1 глава 2 господь мог бы обличить их в том что многие из них рождены от любодеяния так как вопреки закону жены еврейские вступали в связи с язычниками а языческие жены с иудеями однако же он не делает этого он не о том заботился чтобы доказать неблагородство их телесное но главным образом хотел доказать что они низки по душе вопросы евангелие евангелие от ивана 8 глава 42 3 иисус сказал им если бы бог был отец ваш что вы любили бы меня потому что я от бога и шел и пришел ибо я не сам от себя пришел но он послал меня почему вы не понимаете речи моей потому что не можете слышать слова моего толкования так как он исключил их из родства с авраамом то они поднялись еще выше называют отцом своим бога он укорил их как убийц они защищая себя говорят что они мстят за бога и потому то составляют совет о вы господь показывая что они не за бога вступаются но по самому замуж своему хотят убить его и не суть дети божии как они думали даже противники богу говорит если бы бог был отец ваш вы любили бы меня ибо я от бога сошел мир то есть явился во плоти я не противник богу я от него пришел посему восставая на меня вы враги богу почему вы не познай не познаете речи моей не разумеете не понимаете того что я говорю без сомнения не по-другому чему как потому что не можете слышать слово моего то есть не хотите ибо не мочь употребляется вместо не хотеть доколе вас живет зависть и убийственный замысел как вы можете слушать что я говорю вопросы евангелия тана 8 глава 44 45 стихи ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человекоубийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины когда говорит он ложь и говорит свое ибо он отец ибо он лжец и отец лжи а как я говорю а как я истину говорю то не верите мне толкование сказал вы не можете слушать слова его вместо не хотите он приводит причину по которой они хотели слушать то что у них свой отец именно дьявол хотя вы безумно и приписываете себя дети богу так как отцу своему простите хотя вы безумно и приписываете себя дети богу как отцу своему но дела ваши свидетельствуют что дьявол для вас есть отец более родной вы хотите исполнять похоти его не сказал дела но похоти показывают что они очень склонны к лжи и убийству двум видам зла кое весьма нас дьявол он был человекоубийца от начала посему и вы еще убить меня подавляетесь ему убившему адама он в истине не устоял но есть отец лжи и вы когда лжете на меня и говорите что я не от бога не стоите в истине не пребываете в слове моем вы дети его породившего ложь ибо он и людям клеветал на бога когда говорил Еве что он возбранил им древо познания добра и зла по зависти равно и богу клеветал на людей например на его говоря что его чтить бога недаром когда он говорит ложь говорит свое люди когда лгут пользуются как бы чужой ложь а дьявол употребляет ложь как собственность ибо она его порождение и лжец в собственном смысле и отец лжи есть он сам он сказал Еве который день вкусите будете как боги если пять а они Адам и Ева получили смерть а мне не верите потому что я говорю истинно не имея обвинить меня ни в чем ином кроме истины вы за сие самое и восстаете против против меня как сыны отца лжи вопрос сейчас прошел можно задавать вопрос вы мир вам братья это роман фроликов вот по поводу прошлого до прошлого занятия что технику какую приобретать приобретать то что ну посоветоваться можно не сейчас можно потом вот ответ услышать но вопрос такой есть какую технику покупать чем дороже тем лучше у вас не слышно у вас микрофон отключен правильно по одежке растягивая ножки чем дороже тем чище будет запись но у нас средств нету мы берем самые дешевые ну и вот что-то видно что-то слышно и мы всегда так работали техника вот когда я насчитывал тогда было высокого качества теперь что ты будешь снимать кто будет снимать не сам же ты себя будешь снимать значит вопрос это не я задал а задал Евгений Трабко и он задал очень правильно вот говорим сколько говорим о благовестии ну покажите хоть человек десять общину вот видите вот сегодня я выставил в роликах смотрите у нас собрание было вчера по телефону зашел человек Абдаррахман мусульманин с сыном искал по телефону зарядил нашел телефон поговорили сегодня у нас он уже был на службе и на собрание и как мы прощаемся и как тут все ребенку показано было не выскажешь сколько у него благодарности он увидел я впервые в жизни увидел вот такое общество люди как одеты как разговаривают как обедают как поют я столько получил сегодня вот сынок смотри учись мы ничего еще не сделали а уже тут восхищение на десять роликов хватит я могу тут еще на целый час рассказать как было когда его где как бог призывал и вот сейчас мы два ролика уже выставляем еще будет три за один день пять роликов с ним мы не спрашиваем когда и как душа подсказывает вот в эту вот увидишь и вот это надо не то что ты там постановился и поговорил да это тоже хорошо но сегодня поговорил завтра никого нигде нету мы этих роликов выставляем много так там есть чему поучиться конкретно вот он пришел я увидел Никиту Никиту увидел Никита это гений у нас тут сколько с ним работали он все к себе применяют с Никитой какие уроки получились ты должен сам быть примером работать не ленивым быть а если ты от вчерашней работы три дня отлеживаешься то у тебя ничего не будет это слова одни пустозвонство бочка пустая с горы вот Володя здесь он пришел к нам а такой здоровый там метров наверное метр девяносто такой мужчина он шофером работает на машине на хорошей приехал и дальше я себе говорю только зашел а у нас служба идет как раз евхаристический канон ну его завели тут в кощегарку где-то он упал на колени на колени упал мне руку схватил и целует он только зашел и все пленили его зазомбировали в дребезги нет другие то именно так скажут ну дальше то он говорит видно что человек то нормально говорит но восторгу его нет числа я везде много ездил у католиков был у литеран там мусульман он сам мусульманин Аллах говорит да но тут что он увидел это непередаваемое я не могу выразить внутренние чувства какие как будто он уже не на земле стоит вот это работа в Духа Святого да те которые на вас говорят они хоть бы раз глазами своими увидели что они делают я перед всем Казахстаном это буду говорить показывать там дали ему сколько визиток там евангелие человек другой национальности другого вероисповедания ему ничего не надо говорить он побыл пусть бы враги хоть один раз побыли но ты же был дорогой вот постарайся чтобы не просто сказать а были люди были вот наши люди вот здесь Валентина Дмитриевна Сортисон мы у ней были она тут же собрала людей в Германии Зоннеберг город такой небольшой мы говорим уже как будто собрание какое а уж с ней это мы тут не на шаг она на кухне и я с ней на кухне она там что-то делает я считаю наговариваю на мозги капаю ей она такие откровения дает это все и все записывается Володя рядом у тебя еще никого нету ни одного кто будет записывать вот молись об этом крепко ты бы если у нас то был здесь ну ты знаешь что с тобой было то работал работа мы по работе узнаем человека не потому что он лежит и потягается то ты бы многому-многому научился а так конечно я не отрицаю то что надо что делаешь мы это всегда делаем но рано или поздно когда-то должна быть а я люблю жену ну любишь день два год двадцать лет а где дети а детей нету а почему неплодная а почему Бога не выпросите нужны ли эти вопросы за вопросами это евреи мусульмане всегда задают почему мы не задаем а это духовно Павел говорит а снова в муках не могу разродиться никак да коли вас изобразится изобразится Христос отобразиться снова в муках рождение эти муки знаешь ты нет как за каждую душу страдать мучиться и плакать когда выпросишь у Бога этот дар ты тогда поймешь о чем я говорю их боль твоя боль это было только у Иоанна богослова он его биография житие говорит он когда уезжал у него был любимый молодой ученик и он при свитеру его сказал ты за ним наблюдаю он очень талантливый его сатана как бы не сгреб и он связался с компанией с дурной потом сделался начальником шайки грабителем когда Иоанн вернулся из дальнего путешествия и сразу спрашивает а где этот роман а его нету а куда он делся да очень страшно сказать он сделался атаманом банды пахан а где вот в этой пустыне сколько они трупов оставили и он старик пошел в пустыню искать увидел его а он его узнал и бежать он кричит сын мой остановись грехи твои на моем хребте вот они на шее у меня остановись и он старик бежал за ним столетний и остановил его и тот пал как бездыханный и вернул душу при ситер то почему его отпустил готового вот надо выпросить у Бога эту любовь каждой душе с которой ты беседуешь вот сегодня мы выставляем эти ролики ну увидишь там это абдрахманом то беседуем и сын его и ты тогда увидишь о чем я говорю посмотришь на его глаза как он говорит восторгу его просто нет конца сегодня он был до конца на собрании у нас и на занятиях был мальчишка тут и сильно любит кошек и голубей я повел его у Надежды Васильевны мои кошки то большие палю увидел на голубятню полез он сам залез мы сейчас говорит вернулись домой они уехали то еще раз вышел я говорю зря на меня не выходите ни времени нет они не могут воздержаться и он перед всем народом все засвидетельствовал так что он нам пришел в православие не пришел он никуда он просто пришел побыл какой он был такой и остался но у него уже там уже вода точит камень он пришел домой сейчас приехал и хотя я запрещал выходить в неделю раз может быть только сначала письма напиши под скайпом он не мог удержаться он опять вошел мы сейчас пришли с сыном а я ему у меня ничего нет я сухарей насыпал им маленькие с меньшей ладошки надежда сильно пирог с рыбой из переклада солодки дал ему ну что было он всю дорогу грыз это и внутри его проходило что-то он все это выставлю я ролик любовь его осветила вот это вот Евгений тебе на это и сказал не думай на него гневаться Евгений абсолютно правильно сказал начни снимать выставлять ролики где эти люди где идут занятия занятия это естественно важно как ты сидишь ведешь себя кто ведет ты готовая уже готовая мы когда начинали у нас ничего не было а у нас 38 томов можем покупай и вышли у нас ничего не было совершенно мы с нуля я рукописи делал рукописи рукой писал и по этим вели занятия и где-то это в университетах и везде вот нужна практика нужен результат я буду выставлять не торопись это не это это очень непросто людей сначала соберегал себя хотя бы человека три пять и чтобы были ревностные вот у нас был знакомый один отец владимир клипенштейн ну во фронте там большой район остался он храм строил а немцы он клипенштейн немец ему немцы ни худа не бедно сто тысяч долларов только дали сразу тысяч да в россии то при разрухе это киргизия что можно было построить он колокол повесил и мальчишка один у него туда лазил он ему зарплату платил чтобы он колотил в колокол это они уже омерзели всем ненавидят его ему пришлось все оставить патриархии отдать а в зарубежной сейчас он взялся епископом и ринеем приехал у меня дома был я ему стал маленько говорить он возобновил свои прежние слова говорит ты мне на мозги так капаешь и капаешь а вот как я говорю все больше от меня ничего не услышишь и он живет еще неделю там у меня сколько здравствуй до свидания меня нету я в камень превратился он ну как так это я же спрашиваю нет ты сказал молчать я молчу я тебе покажу научу как молчать четыре месяца я ни одного слова не сказал четыре месяца это не а не б окружающие поняли что это глухонемой вы себя маленько потрепите и какая труха посыпется я конкретно называю имена как это было а у нас ни копейки нету с нуля начали и ты видел потеряемки что и озера восстанавливаем пруды храм построили школу привезли трансформатор электричество провести издалека тут уже помогли уже власти все своими руками а ты с пасынком подними один столб а поднимать не меньше двенадцати мужиков надо а как ты поднимешь ты один ты ничего не сделаешь один это только разговор ну говорят инженер такой-то или построил храм Исааки ну это и архитектор один-то а работало людей это восемнадцать тысяч почему не говорят тысяч ну а кто это говорит летал Гагарин а вокруг Гагарина на заводах другие-то не летали а они строили-то все-то а он-то сидел как кукла так и здесь ты должен быть в центре этого эпицентра добейся чтобы все поняли надо подражать надо посылать людей туда школа открыта кто там фроликов роман каких ты там кроликов наберешь что они будут делать ты львов из них огнедышащих воспитай вот это будет тогда видно вот Евгений Трабков он об этом тебе и сказал он сказал это мне не надо даже говорить он сказал не то что со зла упрекнуть а в тоске что он и сам-то ничего еще не может показать ну ему трудно другая среда другой народ а ты-то в России живешь тут и ты должен увидеть доброе сказал с желанием добра а ты скажи давай вместе начнем и другому помогать ох вот это результат будет а не так что он мне подсказывает без него и сопление утру что ли вот это будет а вам то смотри тут усатая Наталья и каких только друзей нету и все подсказывают смотри какие суровые слова Рустам Густяинов пишет а из-за чего из-за ревности что столько лет от меня ничего нету какой я но держаться буду за православие я конечно боюсь этих слов кто так прямо заявлял я буду держаться почти все пали пали ушли у нас были потеряевки ну хоть что делай я не уйду никуда с потеряевки через год его нету его вымел он находит причину уезжает я просто по опыту знаю не спеши клятвы давать начинайте следующему занятию к во вторнику покажи маленький ролик поставь это в среду у нас будет в среду и вот пока покажи кто будет снимать что будет важное дома занятия дома у вас обед беседа за столом он сегодня у нас этот Абдеррахман увидел и вот ролики они у нас уже стоят я сейчас даже могу сказать как они называются название это они сами у нас получились вот так Абдеррахман и воскресный отдых Нурсултан сын его вот заголовок какой Нурсултан я вчера только узнал как зовут он по телефону мой телефон нашел искал позвонил я скорее википедию что означает Нурсултан оказалось луч света луч света а дальше султан то есть владетель луча света он прожектор ему имя то какое дано я не знаю он знал или нет еще встреча только предлежала я старался все узнать что можно было выписал все и начал говорить без бумажки сегодня ты увидишь наше собрание вот то что сказали ты принял это это хорошо но принял не ради там что ты мне поуказываешь обижаешь нет а толчок это полезно а ваши книги никому не нужны они не берут ну и что не нужны и не берут да Христос Христос сказал много ли книг было то первое евангелие через пять лет появится второе через семь третье через пятнадцать луке а четвертое через тридцать пять лет а я что сделал покупаем новую газель команда сбита собака на меня переделана охранять дорогой мы забросили контейнер туда книг четыре там с половиной тонны где ставка у нас будет и карты там все у нас было навигаторы купили и пошли вот надо это помыться остановиться как готовить все это чтобы с собой было и проехали от Тихого до Атлантического океана это еще никто никогда не делал миссия а при том с пустыми руками на каждой остановке а остановок у нас в день было в среднем пять мы дарили по семьсот пятьдесят евро спроси в Германии семьсот пятьдесят евро умножь что будет это на один день вот умножь это да умножь еще на курс рубля семьдесят а как мы только на горючее потратили в один год четыреста сорок четыре тысячи только на горючее а как а все помогали мы близко-то с форсистом Валентина и Дмитриевна не знакомы а Катерина пришла нам отъезжать они что-то суют в карманы там с собой и прочее даже собаки коврик покупили а это все перед глазами вот как то есть мы еще не встретились как надо а Господь уже сроднил и мало того этого Андрея как вроде против меня воевал там Бондаренко или как фамилия может забыл вот и он пришел она привела с каким-то там философом который совершенно никакой все то есть мы на другую ступень дружбу нашу перевели уча другого я и сам учусь и все заснимали все у нас десять тысяч четыреста роликов десять тысяч четыреста наших не чужих и мы не знали какой ролик тронет это тот тронул его совсем незначительный но они увидели Осипов сидит и сидит бритый в галстуке его больше не едет а мы и на работе и в лесу и ягоды собираем дорога едем с детьми купаются встречи с собаками с рыбами возимся завозим с рыбы инкубатор и все это показано восстановить пруд остановить воду это очень непросто очень в один день только где-то мы около десяти машин камня привезли и все это показываем бульдозер нанимаем я вот за неполных два года почти полтора миллиона в землю закопал а как сделать они как друзей нету ничего не сделаешь мы должны приобретать а вот гляжу маленькое замечание сделали вы как будто врага какого увидели и начинаете уже такие слова говорите которые к тебе уже не притягивают это другая магнитуда вот сколько мы общаемся ну подражайте как павел говорит подражайте тем кому видите про себя говорит и про тех кто ему подражает одному ничего не сделать это сразу даже выкини с головы а я буду один приписывать одному могут как мне ну мой материал моя фамилия но я не один был команда всегда у меня было порядка 15-20 человек едем по россии когда работали в мостопоезде бесплатный билет и мы едем куда через азербайджан все это в один конец считается молдавия и санкт-петербург дают и везде идет свидетельство в поезде везде не протолкнуться во всех галереях в храмах в соборе василия блаженного в метро трудно назвать где вы только не проповедовали в центральных городах только в одном в тбилиси в один день я выступил фактически на четырех собраниях на дагестанском там у них грузинский с переводчиками конечно а почему а туда был заброшен уже человек еврей который обратился на ум израильевич потом станет он священником понимаешь как то одно к одному складывается но все таки смотри какие ты слова говоришь ты имеешь ли право так разговаривать с такой строгостью потому что ты должен сам быть безукоризненный неукоризненный неукоризненный отец геннадий выступил я с ним сразился даже там заметил он не так геннадий пас сравнивать даже не надо меня и его он доктор богословия а я никто пешка вообще ничего нету но он говорит я всегда вызываю ну кто имеет что против давайте обличайте то другое и все закрыв руки бегут а почему он говорит вас спасает ваша безукоризненность безупречность вот его ответ да не враг бы нигде не скрыл если он что то знает мы не должны давать повод противнику ищущему против нас не давайте повод ищущим повода это все от себе возьми и с евгением на такую дружбу установи что он тебя на это подвиг его слова наталья сколько слов сказала Рустам это твои друзья друзья хорошие друзья проверенные уже вот что я говорю а все-таки ролик с теми маленький чтобы было видно в каком направлении ты пошел смотри на наши ролики 10 тысяч 400 выбрать можно я снимаю руки дрожат все прыгает но смысл понятен ты не обижаешься фроликов я благодарен ну ты же сам знаешь у нас с тобой не было ничего чтобы рассориться даже ты эти свои космы то отпустил доложится ты при мне все остриг это приближает человека как ты поехал как что забыл как виктор возвращался забыл там свое ну это прошлое ну ты смотри какой виктор безотказный то у него свои теперь вопросы тоже молись о нем он сейчас уже во франции там улетел к жене и к ребенку мы все нуждаемся в помощи друг друга павел нуждался а что про нас говорить вот так я благодарен я благодарен да благодарен наталья всем собеседникам своим что они меня в ответ тоже обличают они хорошие все и все говорят по делу учиться я кто-то в чате тут в этом не люблю это слово как чат какой-то адский говорят я копирую почти все и выставляю события дня люди которые потом будут смотреть ролики они поймут в такую-то эпоху на этом срезе истории какие были люди как они любили писание какое замечание это сортисон Валентина не сделает все к месту у ней и ревность в меру все а Наталья у нее такие затруднения муж сириец ребятишки там все портится в школе несмотря ни на что говорит нынче я приеду к вам принять крещение тут герои настоящие и Валентина тогда все бросила потом и Катерина приехала в Потеряевку из Германии а прошлый у нас из Италии был это вообще удивительно просто вот сейчас этот Нурсултан это сын его уже на лето чтобы к нам приехать в гости лагеря то нету и они приехать что он приедет то есть работа идет нас сильно толканули Роспотребнадзор я сказал что бороться нет никакой возможности никакой они все разрушают поэтому лагерь расформировал через сорок пять лет стаж сорок пять лет это не два дня тебе может лет еще нету столько я сорок пять лет сколько было в один год четыре или три уголовных дела против меня завели краевых и все лопнуло ничего нету нигде ничего Бог дает другом сделался прокурор края посылает кого тоже он пишет там записку какую прокурору нашего района тот покупает что заказывает прокуратура края и сам приезжает и мешки носит и вываливает наш ларь да где то есть такое мы другой идеологии нет ни другой у нас лозунг Россия должна встать Россия это мы дети скандируют нам есть что сказать а теперь я расформировал и сказал с сегодняшнего дня начинаем сразу же приобретать дома все теперь домики приобретены хозяевы Володя сделал а другого Никита они не платили за них это им в подарок сделано за труды и дома хорошие если там подремонтировать и убрать большие так у нас еще есть теперь помолите чтобы Михаил Кальмаев приехал да еще тут кто-то помочь надо нам где-то там не хватает синей где-то еще что-то чтобы мы могли принять примерно в 6 домов в 6 куда мы можем принять это не игрушка то есть мы расправились буквально в течение одного месяца и теперь благодарим Бога за Роспотребнадзор хорошо что нас выковырнули оттуда теперь у нас не какие-то там мазанки стоят а настоящие дома электричество нас никто не трогает особенно когда родители с детьми просто приехали в гости а распорядок тот же и так же гимнастика идет игры все точно так же как в лагере еще вопросы ты пока Роман все пережевай думай уже с другими вопросами не вылазь не вылазь несколько занятий пока что-то у тебя не появится иначе просто поймут ну а что это говорит демагог и все у меня только фотографии пока что не надо не надо не ищи говорится как говорят я не знаю чтобы не обидеть а дурнее себя не фотография четко сказал Евгений Трапко покажи ролик люди говорят как сидите вы как обедаете как идут занятия как проповедуете ролики ролики а фотографии у меня двадцать одна тысяча стоит фотографии фотографии да его еще в ролик превратят там музыка там наплывают фотографии но это не то а это живьем говорит человек раздражается там ну проще все видно он сказал ролик и ты так не переделай на фотографию какое же твое уважение к Евгению он сказал ролик и запиши Евгений Трапко сказал ролик никогда не переставляй межу он тебя уважать не может тогда уже скажет еще что ты скажешь а я сны буду рассказывать он сказал ролик вопрос снят приступаем к работе решительность это четвертое качество лидера спасибо христос аллилуйя ну что при утихле мир вам Игнатий Тихонович с миром скажите вот протоиерей целебат это кто такой в православии ну люди по-своему придумали он неженатый целебат никогда никогда никаких целебатов не было если ты я еще нигде он знаю говорит целебат я нигде их не могу воспринимать по-настоящему этого не было ни монашество это ни мирское а что-то дает обещание а его рукополагает а кто целебат ну католикой от католиков всю эту новинку возят нет этого нигде ни в канонах нигде нету а народ сразу переименовал не женатый целебат все здорово вообще-то так вот он с Украины освещал нам квартиру несколько лет назад и вот тогда мы узнали что он монах не монах непонятно он говорит я целебат ну и начались у нас разговоры что это такое у нас такой был Суртаев отец Владимир он был в Кытманово на жену перевел домик там то другое торговал маркетанничал еще мясом торговал там колол скотину или что-то брал то ну и против него подали в суд местной епархии ему там я не знаю лет 7 накатали строгого режима а он то в тюрьме сидит а я там ему передачки ношу сестра стала его ходить на занятия регулярно я иду к прокурору края ходатайствую ну ему года через два выпустили он стал к нам ходить на занятия а теперь ноги не ложит мне сестра больше ни разу не пришла я пошел в тюрьму вызвал следователь ну я говорю ты тонешь когда волки напали ну скинь все это оставь хорошо только я вышел он следователь говорит ну как же так это мое и как я отдам он вот чисто по-советски если уже схапал то назад не выплюнет тебя сажает отнимают все равно уже наложили на них там арест и имущество это епархия забирает я пошел к местному епископу стал ходатайствовать убойтесь бога а дальше было страшное дело повторить даже страшно кто участвовал в его гонении перед кем я ходил унижался просил простите его освободить его надо начался разгром священник который особенно ратов ланосов симеон это как иеромонах его шофер убил а он как раз был по кассу епископскую там содержал вот другие которые там 30 чем-то лет 35 лет один умирает который на отца владимира этого который неправильно делал то вымел бог ни одного нету и при том это в течение года наверно как это не угодно богу было чтобы они дома эти не делили а да еще и упертые стояли я не знаю за что но тут очевидно было для всех шофер убил его возил и убил а он главный инициатор был и архиерей 41 год внезапно умер архиерей архиерей Масенич антони епископ а там капранов был димитрий он кажется заринский был еще там один но это не один и два четверо как одной бита такая в городке играют удары городки разлетелись во все стороны никого нету а отец владимир этот вышел организовал фирму красный дракон назвал есть о чем подумать так все наверно прощаться будем сергей спасибо христос и гнать тихонович да слава хрису сергей егорович там уже не забывай сейчас от тебя это марина там с полиной то соединяйся она уже сошлись где-то ну и анастасию бывшую рифку то захвати ее она так нужно отдохнет она учится трудно ей там и вам будет легче ехать но чтобы ты был главный они тебе были в полном подчинении дорога ты за них отвечаешь если одна пошла в туалет одна стояла недалеко и за этой наблюдай на одну минуту чтобы от тебя никуда не отдалялись сколько людей теряется никуда ни шагу да еще и вон усатая там безбородая наталья тоже ехать хочет нам вот нур султан этот тоже хочет уже приехать вы увидите ролики последние смотрите тут я выставляю уже два выставил сейчас с вами поговорю скорее начну выставлять я их ужал уже ну вопросов нет сергей давай на молитву до меня отпустите молимся молимся достойно есть всякого истину блажит дитя богородицу пресновлаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения сергей без искрения бога слова рот сущую благородицу тебя величаем молитесь любящий наш отец небесный мы предстали перед твоим величием чтобы воздать благодарность за твое долготерпение за любовь твою что ты жизнь свою отдал за нас хвала тебе господи помоги нам в радости исполнить заповеди твои и с лихованием встретить пасху христову дай нам силу в духе святом чтобы слово твое распространялось через нас чтобы оно было семенем дающим обильный плод для славы твоей хвала тебе за все слава тебе отец сын и святой дух аминь 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 спаси христос аминь хотел сказать екатерина теникова то что глаза то закрыла то на фотографии то можно было глаза открыть глаза это зеркало души аминь аминь такая красавица все нормально глаза чтобы открыты были без очков можно скрапировать я вот в дружбу с темными очками не принимаю никого глаз то не видно и я кто обманутый хорошо хорошо так и аминь так 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 и вот так и и и